Вот мы все пред тобой, Господи! Их призыв и суров и прост, Мы играющие словами, Долетающие до звезд, Избегающие ошибок, Затевающие бои, Мы от первых детских улыбок До последних грехов твоих. На передаче «Перекресток», Которые сразу на следующий день закрыли, УШРГВ я был на ТВЦ, Сказал, что 7 округов потому, что есть страны-семерка. Семерка, ну вот это, семерка, сейчас она восьмерка. На каждой стране, так сказать, по округу, И России не будет. Американцы сейчас открыто говорят. Да, уже все. Они, так сказать, закричали там в обнимку партнерства со штатами, партнерства со штатами. Сейчас прямо дождетесь. Они просто в великом восторге от этого, что они заявили, что главный противник России. Да. Вот только что министр обороны заявил. И всякие теперь, так сказать, эти заявления там в Мюнхене, но они... Они не потеряли силу, они просто не имеют... Они правильные, так сказать, с точки зрения вот человека, который слушает это телевидение. Но когда ты так далеко зашел, как приблизительно Горбачев в Рейкявике с Рейганом, то вообще как из этого выбираться? Как выйти? Я решил, что я не имею права, так сказать, лежать на кроватке и смотреть телевидение, как разваливается страна и как гибнет наш народ. Так все и смотрят, и как она разваливается. Я считаю, что я обязан принять участие в выборах президента Российской Федерации в 2008 году. Первый, так сказать, самая первая моя задача, какую я вижу, это, так сказать, пройти информационную войну. Во-вторых, подключиться, конечно, больше людей, потому что один президент, хоть даже он будет с командой, он ничего не сделает. Надо, чтобы народ понял, что или страна будет, или ее не будет, и они вообще никому нужны абсолютно не будут. Ну, превратятся в предаток вот этого, да? После того, как, так сказать, это пройдет, да, когда, если это избрание состоится, то можно говорить только об одном, что первым законом должен быть закон об ответственности власти. Он очень хорошо прописан в «Армии воли народа», в газете «Дуэль», в каждом четном номере печатается. И мы уже сегодня, можно сказать, власть безответственна. Смотрите, Горбачев пришел и ушел все спокойненько, да, и ездит там по заграницам. И получает то, что надо, и охрану имеет, и дачу имеет. Ельцин пришел. Сидит, отдыхает. Дованул, отдыхает. И неизвестно, так сказать, что будет со следующим президентом. Вроде бы не говорит, что не идет на третий срок. Это вообще тоже бабушка на двое сказала, пойдет или не пойдет. Но, тем не менее, столько вообще наделано вреда народу и стране, что за это же надо отвечать, значит должен быть закон. Вот я, например, заявляю, что я этот закон буду четко выполнять. Если за время моего президентства ухудшается ситуация в стране, и хуже живет народ, я на точно такой же срок, на который избрал меня народ, иду по решению избирателей в тюрьму. Другого варианта нет. Вот это такие слова. Ну как это вообще? Скажите, можно такой вопрос, а то чтобы вот уже вас заранее сказали такую фразу в тюрьму, да? А вот математики, физики, а здесь много у меня есть программы, Е равняется МЦ квадрат, где выступают ученые, академики. Ядерщики, кстати, очень много. И вот они говорят о ситуации все, что математически, физически просчитано, что бывает такая ситуация, она называется точкой бифуркации. Вот когда уже возврата назад? Нет. Вот я хочу узнать у вас, как вы считаете внутренне, глубоко сейчас у вас спрашиваю, вот не заведена ли наша страна уже в такой тупик, из которого выхода назад уже нет? Вот я просто хочу это знать. Или все-таки есть хоть какая-то вот надежда? 1945 год. 27 миллионов потеряла страна народу. 3,5 миллиона коммунистов на полях сражений погибли. 5,5 миллионов комсомольцев погибло. Я уж не говорю о том, сколько было раненых, да, сколько было покалеченных, сколько было беженцев и всего-всего-всего-всего. Мы, находясь в состоянии, в общем-то, такой достаточно серьезной бедности после войны, за 4 года вернулись к уровню предвоенному. Поэтому, когда говорят о том, что вот так далеко зашли, что нет возврата и нельзя вернуться, нельзя восстановить. Можно я вам, подождите, я прямо вам провокационный вопрос. Экономику, допустим, да. Ну вот смотрите, вот много людей, молодежь, особенно молодежь, да, упор как бы, вот я хочу особый упор в нашей передаче, она... Я бы тоже хотел. ...сделать на молодежь. Вот когда молодежь уже не образовывается идеологически правильно, так скажем, она идет в пьянство, в наркоманию. В наркоманию, конечно. Вот, но ведь вернуть, вот, это называется падение. Назовем это условно духовное падение. Так вот, когда нация и народ духовно распускается и падает, то вот очень легко и быстро вниз катиться. Ну как тяжело вытащить, не экономически, как тяжело вытащить вот эту всю молодежь, вот из этого бездушия, безразличия. Тяжело поднять это общественное сознание. Я имею в виду то, что невидимо, но то, что сознание, да, вот я так просто за это ратую, вы не представляете. То есть мне как бы, честно говоря, экономика даже меньше волнует. Меня волнует вот это состояние сознания, в котором мы сегодня как в колодец какой-то провалились, очень глубоко. Ни Путин, ни те, кто там, они этого не понимают, по-моему, они этого вообще не понимают. То есть они считают, что все идет нормально. Но вот этот уровень сознания ты ощущаешь, когда ты находишься среди молодежи. Причем молодежь, она же сейчас такая очень интересная. Допустим, если Путин будет разговаривать с кем-то из молодежи, они будут отвечать, они вот научились, как это сказать? Подстраиваться. Очень хорошее слово, подстраиваться. И вот это сознание, вот оно стало таким. Вот у всех, кстати, наркоманов, когда общаешься с ними, пьющих людей, у них сознание какое-то хитрое, понимаете? Потому что если нужно, он тут же подстроится и скажет, и ты думаешь, о боже, надо же, все нормально. Но потом он ушел за угол и убил человека. Вот что происходит сегодня с сознанием. И вот скажите, как вы думаете, нужно какая-то искра, искра, которая вас жжет, вот снова это будущее, покажет эту высоту человека, который, как говорил Горький, звучит гордо. Человек это звучит гордо. Такой великий идеолог был Горький, да, который вот выстроил нашу школьную программу. Вот, все таким образом, что все в нас воспитывалось высокое. И сейчас программа вся, простите, там, если вы почитаете, то... О, боже мой. Вот там с большими американскими мотивами просто, да? Вот она антиразрушающая, она вообще как бы... Допустим, если планетарный уровень, это совсем другое. Вот если говорить о планетарном сознании человека. Ну, это единицы достигают планетарного сознания, великие люди были, да? Там не будем сейчас о них говорить. А обычное сознание, оно должно быть структурировано и воспитано правильным образом. Вот почему партия, она должна существовать для того, чтобы воспитывать. Все-таки воспитывать. Вот церковь взялась, у них ничего не получилось, потому что они вообще отсталые, простите. Я сейчас... Они находятся в том времени, когда наука опередила все, а они не хотят вот с наукой дружить. И поэтому партия может сыграть очень большую воспитательную роль и возжечь эту искру. Но для этого в вашей партии... А у вас партия? Партия. Коммунистическая партия Советского Союза. Как только представляется образ Зюганова, сразу вот там все падает. Ну, к КПСС Зюганов никакого отношения не имеет. Да, чтобы вы знали, Зюганов к КПСС никакого отношения не имеет. Ну, он председатель ЦК Компартии Российской Федерации. Он никогда не был вообще ни в руководстве КПСС раньше, ни в руководстве КПСС потом. Он был у нас одним из членов исполкома, когда Компартия Российской Федерации была в нашем союзе. Потом они его, как и все остальное, благополучно раскололи и ушли от нас. Мы, правда, с одной стороны, нам жалко, что мы потеряли рядовых членов партии, потому что они честно и добросовестно трудились, работали и старались. И в то же время мы рады, что с нами нет этого оппортунистического ревизионистского руководства. А вот если вы затронули вопросы молодежи, я вам скажу так, Это, конечно, это, ну, такой, наверное, гвоздевой вопрос. Да, вообще больной вопрос. И политической организации, уж тем более коммунистической. И вообще, в том числе, и работы нормального общества. Потому что, если только мы не воспитаем подрастающее поколение, то вообще говорить о том, что... И не вернем потерянных, кстати. Да, если говорить вообще о каком-то там дальнейшем рассвете, движении, это просто невозможно. Нет смысла, да. Поэтому мы полагаем, что молодежью надо заниматься основательно. Мы, кстати говоря, разработали нашу молодежную политику Коммунистической партии Советского Союза, рассмотрели эти вопросы на пленуме. Но это, понимаете, это все пока бумага. А вот надо добиться власти для того, чтобы молодежь, во-первых, бы училась. Но это же позорище, когда вообще в армию приходят парни, которые не умеют не только... Это уже писать не умеют. Писать, да, да. Не только писать не умеют. Это же ужас просто. Значит, надо, во-первых... Но для этого надо, чтобы оно было бесплатное. Бесплатное. Если у нас государство на уровне президента и правительства заявляет о том, что материнский капитал используется на образование в том числе, значит, тогда руководство признает страны, что образование у нас платное. Ну, естественно, у нас платное. Надо сказать, что же бесплатное. Высшее образование надо, чтобы было бесплатное. Ну, да, чтобы шли учиться те, кто действительно достойный. А после этого надо, чтобы было для молодого человека место, где приложить силы. Ну, как раньше было, да, нас посылали. Вот я закончил институт, меня послали, да? Для этого, ну, сейчас такая, так сказать, разруха, что для этого вот мы работаем над одной очень крупной программой, которую я подробно, естественно, раскрывать не буду. Но она заключается в том, что создаются такие хорошие поселения, ну, с населением не менее, чем пять тысяч человек. Ну, десять максимум, да. Потому что иначе не оправдывается инфраструктура и все остальное. Но с современным производством. С современным производством. С технологиями, может быть, современными. С современными технологиями. Вот это уже, это уже греет сердце, это уже греет. Люди знают, что он заканчивает, приезжает, у него есть возможность. Жить, получить, где жить и работать. Причем работать по своей специальности, а не просто так. Получить диплом Московского государства университета и идти, так сказать, мешки с товаром из Китая. Продавать, да. Это немыслимо. Это немыслимо. Немыслимо. Поэтому над этим мы серьезно работаем. Очень трудно это получается, потому что желающих, прямо скажем, в руководстве страны... Почти нет. Ну, почти нет. Да нет, давайте искренне говорить. Нету. Я вам скажу, что мне один товарищ рассказывал, что когда он пришел, так сказать, к одному из руководителей, тот сказал, что, ну, знаете, ну, у нас сейчас... Не до того. Не то время, чтобы заниматься какими-то перспективными программами. Это открытый ответ. Поэтому мы должны прийти к власти и организовать эту работу. Прийти к власти. Ну, вот сегодня у нас это не предвыборная... Да, я хочу сказать. Я даже так неправильно выразился. Не прийти к власти, а привести народ к власти. Потому что прийти к власти, это... Да. Это воспринимается как... Предвыборная акция, да. Одни наворовали, а теперь хотите выпредить, так сказать, где-то воровать. А речь идет о том, чтобы спасти страну, спасти народ, чтобы народ правил вообще государством, а не кто-то. Дорогие наши, те, кто нас смотрит, я хочу сказать, что это не какая-то предвыборная сейчас передача, никакого отношения это не имеет. Просто мы сейчас думаем о судьбе России. Мое сердце болит за судьбу молодежи и за судьбу страны. Ну и вот Олег Семенович тоже болеет за это. Скажите, я сейчас вам задам... Да, я буду задавать вам провокационные вопросы, чтобы вот с этого в эфире живом все это знают. Потому что вот мы с вами там что-то делали, сдвигались. Вот вы считаете себя человеком мудрым? Умудренным? Понимаете, тут ведь как, самому себя считать мудрым... Нет, ну проанализировать себя можно как-то все-таки, самого себя. Просто если взять жизненный опыт, да, и то, что я прошел, допустим, так сказать, я, ну, во-первых, работал в 19-м строительстве, да, потом в 1774-го года я занимался партийной работой. Причем партийной работой на самых разных участках. И первым строем я был, и сектором отраслевым я был, у меня было и капитальное строительство, и административные органы. То есть, ну, я работал для людей, работал с людьми, работал среди людей. И набрали большой опыт, да? Ну, это же, в общем, в конечном итоге дает опыт и воспитывает вообще человека, да? Тут уже как-то вот знаешь, что ты вот отвечаешь за людей, люди отвечают за тебя. То есть, мышление такое, не каждый сам за себя, вот, и для меня что такое мудрый человек? Ну, для нас все-таки, да не знаю, вообще для нашего, для русского человека, это что, коллективистское мышление? Коллективистское. Это же нас хотят, так сказать, вот разодрать, разъединить, растолкать по нору. Вообще, вот, когда говорят, каждый сам за себя, это такое мышление, вот, ухватить, да, и в нору улез. Ну, а дальше-то что? Ведь, на самом деле, дальше выхода-то нету. Вот даже если ты, ну, и я не понимаю просто вот такой системы жизни, я не понимаю, потому что... По нашему как? Человеку друг, правда? Ну, да. Нет, ну, и потом она какая-то система такая, знаете, вот, она на сегодняшний день, то есть, это как бы однодневки такие, это пришли вот, если пришли, допустим, грабители, что они, как они делают? Они ограбили и ушли, да? Конечно. Вот, а если это земля наша, я здесь родилась, и я здесь живу, то я не могу мыслить такими масштабами, вот, я мыслю масштабами на 10 лет, на 20, на 100 лет вперед. Так мыслит нормальный человек, который является хозяином страны своей. Ну, как, я тоже считаю себя хозяйкой, я здесь родилась. Каждый из нас хозяин, как же? Каждый из нас хозяин страны. Да, и мы здесь... Это наша земля. Это наша земля. Это земля была наша. Конечно. Пока мы не увязли в борьбе, пора вернуть эту землю себе. Это наша земля, вообще, все равно. Сказали бога. Как или иначе, так сказать, наша земля. Да, да. Вы знаете, вот, очень многие люди, они сейчас, вот, я сейчас процитировала слова Бориса Гребенщикова, и вот молодежь иногда, которая зажжена, они как раз меня все время цитируют. Эта земля была наша, пока мы не увязли в борьбе. Пора вернуть эту землю себе. То есть, вот, себе, это значит стать хозяевами все-таки народ и дух народа. Это великая неправда, когда говорят, что это неосознанная какая-то вот масса, которой можно манипулировать. На самом деле, вот, есть такое понятие дух народа, дух предков. Вот, все наши ушедшие дедушки, они тоже, вот, для меня, они с нами. Они же с нами, конечно. Они с нами, они в нас, это как продавцы. Они столько для нас сделали, и столько сделали для страны. Да, и вот, как бы, когда сейчас оклеветаны все те, кто революцию делали, вот, наши деды оклеветаны. То есть, я вот считаю, что это предали своих собственных дедов, а, значит, и внуков. Вот те люди, то, что сейчас произошло, произошло величайшее в мире предательство. Предали одни люди, сыны и дочери некоторые предали своих, вот, тех ушедших дедов, которые хотели этого светлого будущего. Причем, вот, вот это состояние, ну, социализм, коммунизм, ведь это же из глубоких веков, от Компанелы еще. Мысль эта все время, как бы, рождалась, она помирала, ее уничтожали, она снова возрождалась, снова о светлом будущем. Все, как только начинаем, так сказать, там, о марксизме, леонидизме, все считают, так сказать, что это вот с Маркса начали. Маркс просто это привел все, так сказать, в порядок и сделал... Соответствие, да. И создал, так сказать, научную методологию, так сказать, того, как должно развиваться общество. Он это понял. Он это понял, и он принес это человечеству. Да, что происходит, и как на самом деле должно происходить, вот в чем вопрос. Но он же говорил о чем? Он говорил о том, что коммунизм, это общество гуманистическое. А у нас ведь сейчас слово гуманизм и слово гуманистическое настолько оплевали, опозорили, то, так сказать, хотели там социализм с каким-то гуманным лицом, то капитализм с каким-то гуманным лицом. Это все глупость полная, потому что только при социализме можно, так сказать, говорить... Человек может стать человеком, да, вот я даже эти песни, как там, помните, что вот он шагает по России, как велика страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек. Я другой такой, страны не знаю, где вольно дышит. Вот это воля, да, состояние воли. Что сделали сейчас? Сейчас вот убрали у людей эту волю, загнали в загоны и, образно говоря, сделали каким-то... Вот в этих сидят и превратились все в невольников, а значит, дальше стали впадать, простите, в животную программу. Ну, хотим мы того, и джунгли. Вот, ну и просто, на самом деле, любой мыслящий человек сегодня это понимает. Так вот, все, на самом деле, я общаюсь с большим количеством людей, вот все ждут, все ждут этого, ну, условно назовем, Минина и Пожарского. Первое, кто сможет объединить? Объединить народ. Конечно. Вот, какой-то идеи одной, да, которая вот зажжет людей. И кто сможет вот все-таки привести, развернуть руль вот этот сейчас, этого неизвестного, и поднять это все изверх, сверху, снизу, вот вверх, вот это начиная с сознания и кончая материальным. Вот здесь у меня выступал один человек, подосиновик Анатолий, он ВКП, ВПК, ну, ВКПБ. Нет, ВПК, он, да, и вот, допустим, у него, я посмотрела, вот у нас читает курс лекций, у него технологии для сельского хозяйства, позволяющие, как он говорит, вот сейчас тот, кто производит, ему невыгодно производить, потому что перекупщики и хранители, тех, кто хранят продукты, вот это вот все, что он производит, берут с него такие деньги, что он вылетает в полный ноль. И нет смысла работать, зачем, и поэтому все торгуют. А потом горючий смазочный материал только стоит, что... Ну да, нет смысла, вообще нет смысла чего-то производить. Поэтому и брошено все. Да, и вот такие технологии у него, которые позволяют вот от одного маленького города развернуть все это, и чтобы наше сельское хозяйство процветало, чтобы наша промышленность, двойные технологии так называемые, еще имеют назначение и военное, и такое. Конечно. Вот, и все это, вот как развалилась советская власть, вот распались эти ребята, эти институты, они там сейчас, и они все вот это вот сидят сейчас, и эти технологии никуда не двигаются. То есть они вообще не имеют хода. Вот кто-то должен, как я думаю, дать вот ход новым технологиям все-таки. Молодежь. Вот, значит, как бы один из факторов молодежь, второй, новые технологии, и можно таким, наверное, образом вот и поднять. У нас же очень, очень умный, очень умный народ. Очень умный, да. И очень много умных людей и мудрых людей, которые вообще работают в науке. И у нас разработки такие, которых вообще нигде просто в мире нет. Фантастика, нигде нет. Фантастика, да. Но надо заниматься же этими инновационными технологиями. Надо. Я сейчас бы мог приводить самые конкретные примеры, так сказать, как я одно время проводил каждый вторник совещание по инновационным технологиям и новой технике. Где-то что-то пробить, это бесполезное дело. Я знаю, бесполезно. Вот поехать в Германию и подписать какой-нибудь договор на 500 миллионов долларов и получить 50 миллионов этих самых комиссионных. Вот это интересно. Вот, да. А зачем это? Получается, да. Все торгаши. Дому это надо заниматься этим делом. Все торгаши. А у нас вообще Россия, если говорить, не только самодостаточная, а сверхсамодостаточная страна. И в этом раз, в этом мы еще раз все убедились. Вы посмотрите, и Европа развивает рот на наши недра, и Штаты развивают рот на наши недра. И я думаю, так сказать, еще кое-кому, так сказать, так, кое-кто не просьба вообще тут немножко, так сказать, полакомиться. А что же мы вообще не можем создать мобилизационный тип экономики и за короткое время рвануть? Действительно, она на базе не болтовни о научно-техническом прогрессе, а на базе действительно научно-технического прогресса. Олег Семенович, в России вся молодежь, да, я вот проводила фестиваль, где у меня дети снимают фильмы. У меня в каждом городе как бы вот студия, да, детская, снимающая фильмы. Вот представьте, то есть я написала военно-патриотическая тема, такая-сякая. И дети сделали такие фильмы, вот настолько высокопатриотические, настолько высокогуманные, что вы себе представить не можете. Так вот, все они, вот когда разговариваешь с ними, и взрослые ожидают некого часа Че. Вот некого, что, ну, русские верят в чудо все время. Это у них такое свойство, да. Я думаю, это хорошее свойство. Это очень хорошее, то есть все-таки и воображение у нас развито, кстати, вот почему, может быть, у нас так хода, что мы-то смотрим эти американские боевики дурацкие, и настолько велико воображение российское, что начинает это моделировать, как бы, да, материализовать вот это все. Вот и народ-то у нас совершенно изумительный, но вот, вот чтобы вы сейчас, я просто смотрю по времени, у нас остается очень мало времени, что бы вы, вот, пожелали, что бы вы сказали, вот ваши слова, и я хочу сказать, что я думаю, что мы еще, Алексей Менович, пригласим сюда не раз. И давайте мы с вами, вот, будем вас приглашать и поднимать темы уже конкретно, молодежь, допустим, и попробовать вот это осветить там, новые технологии, об этом. Хорошо. То есть, хорошо, да? Конечно, конечно. Вот, и может быть, вы будете тем человеком, который, вот, откроет этот час Че, ну, пора уже, ну, вот я даже к вам пристаю, видите, ну, пожалуйста, ну, сделайте кто-нибудь, я вот женщину прошу, вот давайте как-то сделаем, мы все вместе, что ли, я даже тогда в партию пойду. Я могу сказать, вот, всем тем, кто нас слушал и смотрел, или еще будет, может быть, слушать и смотреть, что я, например, не считаю приемлемым для себя отсиживаться. Я буду грызть землю, делать все, что угодно, до последнего вздоха, для того, чтобы вернуть народу уверенность в будущем. То есть, вы готовы за это вот пойти? Я за это, именно поэтому я бы мог, между прочим, будучи у нас, пожалуйста, у нас из трех, из всех членов Политбюро сидел кто? Я сидел Рубикс и сидел Буракевичу, все остальные президенты, банки, это, это все хорошо устроились. Я тоже вообще не дурнее них, я мог бы тоже так же устроиться. Ну да. Но я этого позволить себе не имею права, не могу. Ну, возможно, в голове этого нет. Потому что, ну, так сказать, я хочу, чтобы гармония моя внутренняя, так сказать, в конечном итоге так совпадала с теми реалиями, которые должны быть. А если ты видишь, так сказать, разворовывание, грабеж и воровство, я не думаю, что может быть на душе спокойно. Нет, не спокойно на душе. Ну вот на такой вот ноте, к сожалению, наша программа подходит к концу. Я сейчас посмотрю даже время. Подождите, да, 28 минут, у нас вот еще 2 минуты. Но вот мне хотелось бы сказать еще, что все-таки мы надеемся, что вы будете к нам приходить вот на наше интернет-телевидение, потому что популярность его растет. Вот. И вот мы сможем поднять, может быть, какие-то темы. Вот. И, может быть, даже вот будем сотрудничать с вами. Потому что, на самом деле, мы, конечно, не партийное никакое интернет-телевидение, мы свободное. Вы знаете, я, например, здесь даже речь идет о выдвижении, я же не собираюсь выдвигаться от партии, я собираюсь выдвигаться от группы граждан, что позволительно по закону о выборах президента. Потому что, если бы я, так сказать, был чистой организацией КПСС, с нами Международный комитет за союз и КПСС, с нами Международный союз советских офицеров, с нами Армия воли народа и газета Дуэль, с нами Верховный совет СССР и его газеты Совинформбюро, с нами газета Советы рабочих депутатов. Ну, то есть, это уже много организаций, много граждан, которые понимают вообще, что происходит, и понимают теперь уже, что надо делать для того, чтобы все это прекратить. Ну что ж, будем на следующих передачах в будущем, вы смотрите нас регулярно, продолжать эту тему, потому что это очень важная и насущная тема. Ну, а сегодня мы заканчиваем нашу передачу, и с вами была я, ведущая Мария Карпинская, и у нас в гостях был... Женин Олег Семенович, спасибо вам за то, что вы нас слушали и смотрели, Марии Евгеньевне, спасибо за то, что она так прекрасно вела. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok